Всем привет! В сегодняшнем видеоролике вам покажу крутой скрипт для Muscle Legends. Также, как вы знаете, здесь недавно вышло довольно прикольное новое обновление. В этом обновлении появился спин. Новая локация вроде бы как, либо она уже была, точно не помню. Но появился новый кристалл. Вот, в принципе, мы это сейчас посмотрим вместе, получается, со скриптом. Поэтому, заранее скажу то, что скрипт реально очень крутой. И он вам очень сильно поможет прокачаться и делать ребёрсты. Так, давайте глянем, значит, спин. Вот, вот здесь он появился. У меня доступен один спин. Также, вроде бы, если у вас есть премиум, у вас будет два спина. Либо же три. Скорее всего, наверное, три. Потому что тут плюс два написано. Также прокачка X2 Strange, X2 Reward с сундуков. И плюс один питомец слот. То есть, вы сможете три питомца одевать. Так, ну давайте крутанём. Посмотрим, что мне выпадет. Так, ну, ясно, как и обычная фигня. В принципе, неудивительно. Так, давайте сейчас юзнём это сразу. Так, это мне дало 20 XP и на гильити. Окей. А это на силу, да? 100 Strange и 100 XP. Нормально. В принципе, пойдёт. Так, а это у нас... А, всё, я понял. Кнопочку Invite друзей добавили. Только смысл от неё не знаю. Так, ладно. Переходим, значит, к сути видеоролика. А, значит, переходите по ссылочке в описании. Скачивайте чит. У кого он ещё не скачен. И также вместе с ним будет скрипт. После этого, как всё скачали, нажимаем Inject. Ждём, пока мы заинжектимся. Так, всё отлично, готово. Теперь вот эту надпись стираем, потому что она нам не нужна. Вставляем сюда скрипт, который вы скачали из описания. И нажимаем Exclude. Так, вот он появился, как видите. Отлично. Его можно перемещать. Так, ну и в принципе, давайте начнём с самого первого. Это Strange. Мы включаем, ждём. Конечно, анимации нету, но всё прибавляется. Вот, как видите, 60 Strange+. 62. Как видите, эта функция полностью работает. Кстати, она прибавляет довольно немало. Я бы сказал, даже много. И всегда по 62. Так, идём дальше. Adorability. Это, короче, функция по типу автокликера. То есть, вы берёте, просто подходите к камню. И вот, фармите с него Adorability. А также можно фармить плохую карму. И хорошую. Тут, конечно, эта функция не доработана, но, как видите, она работает. То есть, я тпхаю всех игроков к себе. И просто за секунду их убиваю. Как видите, эта функция тоже работает. Отлично. Функцию Rebirth я вам не смогу показать, потому что мне нужно 35 тысяч. У меня сейчас 17. Так что, в принципе, и вы её сами сможете протестировать. Также здесь другой способ фарма Strange. Здесь, естественно, он больше даёт. Как видите, было 97. То есть, сейчас 97 прибавляется. А с простого Strange по 62. И также, как видите, здесь получается, кроме Strange, ещё Adorability. В принципе, неплохо прибавляется. Вот. Счётчик. Естественно, у меня становится больше. Это полностью работает. Также, смотрите, здесь прокачиваются питомцы. И трейлы. Отлично. А теперь, Farm Durability. Это, получается, камень вот здесь, который находится. Тут немного, конечно, багается. Но сам факт то, что это работает. Вот. Это, получается, вроде бы, как самый сильный камень на стартовой локации. И, как видите, всё работает. Так. И кнопочка, естественно, Collect Chest. Я так понимаю, он соберёт сразу все сундуки, которые есть. Давайте проверим. Так. Отлично. Один собрал. Второй собрал. Так. Третий. Ещё будет? Да. Четвёртый. Неплохо. Всё. Походу, четыре сундука, скорее всего, только. Ну, как видите, тоже довольно неплохо. А, даже пятый собрал. Окей. Давайте ещё чуть-чуть подождём. Пять сундуков всего лишь получается. Находится в этой игре, я так понимаю. Больше, наверное, нету. Локации сколько у нас тут? Раз, два. Три, четыре. Там пятая, наверное, да? Да, пятая. Вроде бы как, по-моему, шесть должно быть сундуков. Ну, ладно, не суть, в принципе. А, может, и семь даже. Ну, как видите, он сундуки собрал какие-то. Вот. На тех локациях, я не знаю, собирает он или нет, но, как видите, функция полностью работает. Это круто. А, ну, клип. Ну, в принципе, довольно бесполезная кнопочка, но, если хотите, можете использовать. Просто включаем её, и, как видите, мы проходим сквозь стены. Вот. Также здесь можно, получается, свою скорость настроить. Как видите, это тоже работает. Давайте уменьшим. Всё. Крафт. Я не помню, что у нас делает крафт. Скорее всего, это эволюция. Я так понимаю, если у вас есть пять питомцев, вы нажимаете крафт, и у вас питомец сам себе делает эволюцию. Скорее всего, это так работает, потому что тут крафтов я никаких, по крайней мере, не вижу. Ну, ладно, в принципе, не суть. Вы можете это сами проверить. А, также, есть у нас автопокупка питомцев. Сейчас у меня стоит синий кристалл. Вот он. Стоит он тысячу гемов. Так, сейчас у меня 15 из 20 мест свободны. Окей. Нажимаем. Как видели, у меня тысяча потратилась. Так, заходим в инвентарь. Как видите, питомец прибавился. Всё работает. Pet Deleted. Это, получается, вы выбираете, каких питомцев вы хотите удалить. Но с этой функцией, конечно, не советую играться. Смотрите, я так понимаю, blue, это, получается, удаляются вот эти питомцы, у кого синий фон. Orange, это, получается, у кого, скорее всего, оранжевый. Либо же по-другому. Вот. И basic. Basic, это, получается, вот эти. В принципе, можно удалить basic. Давайте протестируем ради интереса. Так, вот я выбрал basic. А, это basic аура. Так, погодите. Ауры у нас здесь. Но у меня basic ауры вообще нету, по-моему. Ладно, давайте рискнём. Включаем. Так. Скорее всего, всё-таки удаляются здесь ауры. Ну ладно, в принципе... А, вот. Нашёл. Тут, короче, оказывается, вниз можно листнуть. А, вот, смотрите. Тут, получается, так понимаю, на определённых питомцах стоит. Вот, у меня есть blue bunny. Выбираем, значит, blue bunny. Basic ауру отключаем. И включаем эту функцию. Как видите, она сработала. Отлично. Но, как я перед этим сказал, лучше не советую с этой функцией играть. Потому что вы можете удалить своих крутых каких-то питомцев. И это, конечно же, будет очень фигово. А, кстати, он групповый сундук не собрал. Вот эта функция. Ну ладно. Не суть. Так, и... Получается, у нас остаётся только телепорт по локациям. Как видите, я топехнулся. Отлично, всё работает. Давайте следующий проверим. Эмеральд. Тоже работает. Мификал. Форест. И самое последнее, Элегинс. Вот. И, кстати, вот на этой локации... А, кстати, у меня собрался сундук. Отлично. Вот. Здесь появился новый кристалл с питомцами. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Один миллион. Ну, слушайте, это очень много. Прямо реально много. Ладно. В принципе, не суть. Давайте проверим. Ага. Чтобы мне здесь фармиться, мне нужен один лямб дурабилити. Вот. Но, смотрите, сам факт. Если у вас есть один лямб дурабилити, и у вас эта локация закрыта, вы просто тпхаетесь с помощью телепорта. И можете здесь спокойно фармиться. Потому что фарм... Он работает. Давайте, в принципе, возьмем... Вот эту гантелю. Или не гантели называется, уже забыл. И, кстати, смотрите. Как видите, здесь фарм работает. То есть, я не покупал эту локацию. То есть, я не могу сюда попасть без определенного количества реберстов. Но у меня здесь все работает. Так. Я так понимаю, здесь ее нужно очень долго поднимать. Да. Как видите. Работает. В принципе, очень круто. Также здесь, получается, можно, значит, и прокачивать скорость. Так. А запрыгнуть не могу. Нужен больше рост. Ну, ладно. Не суть. Ну, как вы видите. Все функции рабочие. Есть даже несколько довольно крутых функций. Также повторюсь то, что ссылочка на чит и скрипт будет в описании. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok.